Всем мира, добра и любви! Сегодня будет очень интересное видео, по крайней мере, мне интересно самому будет увидеть результат. Тему этого видео придумали вы, вы меня просили, вот я решил записать такое видео. Что же вы увидите в этом видео, и почему оно настолько интересное? В этом видео я буду затачивать вот этот китайский ультрабюджетный кухонный нож. Почему ультрабюджетный? Поскольку придется сточить немало металла, и дорогой мне жалко. И буду затачивать его под углом заточки в 30 градусов, чтобы подвод был как можно шире. И мы увидели не только под микроскопом результат заточки, но и визуально. Вот этот нож мы будем затачивать. Затачивать я буду с помощью китайских алмазных камней, которые я заказал около 3 лет назад. И этот комплект состоит из 4 камней. Это 400, 800, 1500 и 3000 гривен. В этом видео я сначала заточу этот нож с помощью камня в 400 грит. Полностью уберу все, что здесь есть металл, то есть, чтобы показать вам картинку, которая остается после бруска в 400 грит. Мы посмотрим ее визуально, вот так на камеру, а потом через микроскоп, чтобы увидеть риску, которую оставляет вот этот брусок. После этого я собираюсь полностью перерисовать картинку подвода с помощью бруска в 800 грит. То есть, точить придется немало, чтобы убрать все последствия заточки бруском 400 грит, чтобы они не оставались, и мы увидели реальную картинку после следующего бруска. И также мы посмотрим визуально, визуально, как она смотрится, потом под микроскопом, и так далее до бруска в 3000 грит. А после этого смотрим на результат заточки всем вот этим комплектом под микроскопом, и вот так визуально. Микроскоп. Микроскоп я буду использовать очень крутой. Заказал его на сайте Алиэкспресс. Кто не смотрел видеообзор, посмотрите. Нашел очень крутой магазин, который специализируется на продаже микроскопов и разных комплектующих. Микроскопы есть разные. Не только вот такие там для пайки, для биологии, и разные-разные. То есть, много разных микроскопов. Я об этом всем не разбираюсь, но я попросил продавца собрать мне микроскоп под мои потребности. Я ему рассказал, что я ожидаю от этого микроскопа, и он мне собрал вот этот микроскоп, и я очень рад тем, что получил. Вы рассказываете о бюджете, на который вы рассчитываете, и о том, чего вы ожидаете от этого микроскопа. А продавец сам уже собирает вам из комплектующих, которые есть в этом магазине. А в этом магазине есть что угодно. Это как конструктор. Я в любой момент могу поменять любой из этих элементов. То есть, мне понравилась стойка, могу поменять стойку. Мне понравилась объектив, меняю объектив. Мне понравилась подсветка, меняю подсветку. Мне понравилась камера, меняю камеру. Но камера у меня очень крутая. Я сразу же попросил продавца. Это будет основа моего требования, поскольку камера это видео, поскольку это все просто объектив, а снимается все видео на вот эту коробочку. Это камера. И она способна снимать видео в 4К 60 кадров в секунду. И снимает она очень круто. И сейчас вы это увидите. То есть, микроскоп мне очень нравится, магазин и ссылка на все вот эти комплектующие, то есть, на мой микроскоп, будет в описании под видео. Переходите, смотрите. Достойный микроскоп. Еще буду его усовершенствовать, поскольку есть еще какие-то требования у меня в процессе появились, поскольку я хочу еще, еще, и в результате вы увидите. Я продолжаю сотрудничать с этим магазином, поскольку мне очень понравилось то, что я получил. И затачивать этот нож я буду с помощью своей точилки Тор номер 2. Она также мне очень понравилась, в дальнейшем я буду использовать ее. Я решил, что я ее оставляю как основную свою точилку, и даже сделал под эту точилку собственную подставку. Как сделать эту подставку? Вы часто меня спрашиваете, где я беру эти подставки, как я их делаю и так далее. Вот я даже видео записал, ссылку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Вот эту подставку я уже буду использовать с вот этой точилкой. В чем ее преимущество? В том, что мне, во-первых, проще снимать видео, мне не надо на край стола передвигать вот эту точилку, чтобы переворачивать нож. Я вот так уже смогу его вращать. Плюс она здесь прикручена, и получается, что у меня уже не будет качель. И я так продумал эту подставку, чтобы максимально упростить и максимально сделать приятным сам процесс заточки. Вот так. Надеюсь, видео будет очень интересным. Мы приступаем к заточке и просмотру результатов заточки под моим микроскопом. Поехали! Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... 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 Итак, после бруска в 1500 грит мы видим уже блеск на подводах. И смотрится он намного интереснее, чем после бруска в 800 грит. После 3000 будет еще интереснее, еще ближе к зеркалу. И сейчас это не только острый нож, но и красивый подвод. А как это все будет смотреться под микроскопом, давайте сейчас посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот такой результат заточки бруском в 1500 грит. Это результат быстрой заточки. Во-первых, это ультрабюджетный нож, и тратить очень много времени на заточку этого ножа мне не хочется. Во-вторых, я немного не подготовился. У меня нет еще экрана к моему микроскопу, его надо купить. И я должен бегать к телевизору, подключать его, смотреть, что получилось, подстраивать как-то вот этот нож. А он идет под углом, и получается попадать вот в фокус тяжело. Не подготовился я, и я исправлюсь. Я исправлюсь позже, и сделаю еще одну заточку только уже своего ножа, WG-10 от Хежин. И там я постараюсь, остановлюсь подольше на каждом бруске, и мы посмотрим уже картинку в более интересных условиях и более качественную. А сейчас быстрая заточка кухонного ножа с помощью китайских алмазных камней и результат заточки под микроскопом. И сейчас мы точим этот нож бруском в 3000 грит, и это будет последний брусок для этого ножа. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот она заточка бруском в 3000 грит. Вот это быстрая заточка, поскольку, я уже объяснял, не хочу много тратить времени на такой дешевый нож. Он недорогой, есть у меня тест этого ножа, показывает он не то чтобы плохие результаты, результаты возможно и неплохие, но не такие хорошие, как мои любимые ножи. Поэтому на свой любимый мой нож я готов потратить много времени, чтобы сделать максимально зеркальные там подводы, а на этот не хочу. Тем более, что я не подготовился и нет возможности хорошо просмотреть подвод под микроскопом. И свет надо настроить, и надо как-то его здесь установить, и экран надо купить к микроскопу или что-то придумать, поскольку к телевизору ходить с этим ножом не совсем удобно. Но, как видите, подвод даже вот в таком случае, он даже немного зеркальный. Да, там есть много следов предыдущих брусков, и если присмотреться, есть какие-то недоработки. Это не идеальное зеркало, но смотрится очень красиво, и я вижу вот отражение своих пальцев вот в этих подводах. Не знаю, видно ли вам или нет с такого расстояния, но я сейчас покажу ближе. И сейчас посмотрим, что же у нас получилось под микроскопом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и все. Вы увидели результат заточки каждым из этих брусков. Это результат быстрой заточки. В следующий раз, я надеюсь, и это видео было интересно для вас, Но в следующий раз я уделю больше времени на подготовку, и надеюсь, видео будет еще более интересным, поскольку я буду затачивать свой любимый нож, и буду уделять больше внимания на проработку каждым бруском. И уделю внимание на настройку микроскопа. Как-то его здесь установлю, чтобы было больше света, и было более удобно держать нож. Но в любом случае я буду стараться. А сейчас результат вот такой. Я никогда так не оставляю. Я всегда делаю финиш еще рубином на 3000 грит, и делаю обычно микроподвод. Но сейчас я этого делать не буду, поскольку нож получился и так достаточно острым. И это ультрабюджетный дешевый нож. И я думаю, и так для него это очень-очень хорошо. Смотрите, даже виражи режет и очень хорошо врезается вот в эту газетную бумагу. Так, еще давайте проверим на пробитие, как он пробивает эту газетную бумагу с легкостью. Вот. Я думаю, что можно оставлять и так. Вот такое видео. Всем спасибо за просмотр. Мира, любви и добра.